А вот теперь разговор, как американцы швырнули россиян. А дело-то было в 2008 году. Начало. То есть до этого концерн General Motors еще был и независимым. Он продавал такие машины, как Alpion, Chevrolet, GMC, Cadillac, Holden, H-CV, Opel, Voxholt, Weiling, BioJune, G-Fung и Usdeo. Продавал нормально. Но рухнувший кризисный рынок Америки его и утопил. Всем было не сладко. Но Ford, продав часть активов, вывез сам. Mercedes, ну, Дельмеру стало вообще все пофиг. А GMC рухнула под американский каток и утопила Сатурна, Понтиак и Хаммера. Хотя, простите, я видел новые Понтиаки в Китае. Дальше началось еще круче. Тут хохляндия закатела в Европу. Ну, зачем, непонятно. Мы им давали газа тылить столько, сколько надо. Но, простите, в Европу никак не хотел ни Крым, ни Новороссия. То бишь, Крым по референдуму вернулся в Россию. И мы даже об этом спорить не будем. И хохляндия получила непримиримую оппозицию в Луганске и на Донбассе. То есть, господа, пока вы все это не утрясете, хрен вам, а не ЕС и в ту же степень НАТО. А теперь Европа, захоботив Югославию, решила восстать. То есть, когда рухнула Югославия, все говорили, все, зашибись. Так и должно быть. Когда завалилась Чехословакия, то есть, ее разделили на Чехов и на Словаков. Так это было круто. А, да, еще народ отвалил и развалил СССР. Это да. Но почему развал Украины вы не поддержали, непонятно. Хлопцы со своими двойными стандартами заткнулись бы во как. Ну и, естественно, надысь россиян заставить все вернуть. Какого перепуга Россия все начудила, непонятно. Но GM, собственность штатов, которым она и продавалась, свернула свою деятельность в России. Вообще, как было круто. Ну, понятно, шевики она продавала только корейские. С опелями все стало сложнее. Я-то люблю те опели из США. Все, остальное как-то не катит. Ну и естественный процесс. Похерили весь сервис. Вообще-то они не похерили. А тот, кто ранее на каждом углу говорил, я продаю опели и шевики, вот тот похерил. Ну да ладно. Вы к нам не привезли крутые тачки. Жалко. Жалко, конечно. А то корветы мне очень нравятся. То бишь, GM-овская штука в раз рухнула. Но теперь гордость-то моя. Я про опеля говорю. Так вот, опель это чисто немецкая марка. Сто процентов. Потому что в англоговорящих странах опелей то и нет. Там Holden и Waxhold. И теперь, и может быть вы помните, опеля у нас рекламировались на английском. Какого хрена непонятно. Ну и спасибо мне. Я как-то в эфире про это и сказал. И через месяц, поняв свой косяк, опеля начали продаваться только на немецком. Ах, спасибо мне. Ну и теперь. Такую машину я бы сроду не купил. А насчет подарков. Подарок тоже. Продал бы ее таковым ценителям. Потому что я люблю опеля из США. Ну и что, что кузов хэтчбэк, который мне не очень нравится. Но зато это подчеркивает спортивность. Спортивность это и некоторая аскетичность внутри салона. Но аскетичность не подразумевает под себя небезопасность. Здесь абсолютно безопасно. Четыре подушки безопасности. Мы едем на машине, у которой даже коробка говорит о том, как с автомобилем обращаться. Коробка называется Изи Троник. И здесь все изи. То есть легко. Машина легко управляется. Легко идет по дороге. И соглашусь, она действительно с очень спортивным характером. И вот этот Opel Astra признан лучшим автомобилем среди спортивных хэтчбэков. То есть ему проиграли, к сожалению, наш любимый Ford Focus ST и наш не менее любимый Citroën C4. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok